Московские выборы переводят в цифру Московские выборы переводят в цифру В столице обкатают систему электронного голосования 1. Газета «Коммерсант» номер 36 от 28 февраля 2019 года Строение 3 В Госдуму поздно вечером 27 февраля внесли законопроект, который позволит на выборах в Москве по решению Центризбиркома, ЦИК, создавать так называемые цифровые избирательные участки. На них смогут голосовать и находящиеся в столице жители иных регионов, где также будут проходить выборы в единый день голосования. Расходы таких комиссий, судя по проекту закона, возьмет на себя ЦИК за счет средств федерального бюджета. Днем ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий на выборах в Мазгардуму МГД 8 сентября провести дистанционное электронное голосование. Технические детали пока не раскрываются и могут быть описаны в столичном законодательстве. Группа депутатов Госдумы внесла проект закона о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ. Согласно пояснительной записке, эти участки, создание которых обсуждала на рабочей группе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко глава ЦК Ла Памфилова, будут использоваться при проведении ДОП выборов депутатов Госдумы и ряда региональных выборов. Их список определит ЦИК, следует из пояснительной записки. На таких участках, перечень которых укажет ЦИК, смогут голосовать избиратели, оказавшиеся за пределами территории, на которой они обладают активным избирательным правом. Заявления о голосовании на таких участках будут подаваться через портал Госуслуг не ранее, чем за 45 дней и не позднее, чем за три дня до дня голосования. В 2019 году пройдет 8 сентября. Столичных депутатов выберут с элементами эксперимента. Группа депутатов внесла 26 февраля в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы 7-го созыва. Москвичи смогут проголосовать с использованием специального программного обеспечения портала Госуслуг, без бюллетеня на бумажном носителе. По словам близкого к Центризберкому собеседника «Твердый знак», основная концепция заключается в том, что человек сможет проголосовать дистанционно, остальное пока прорабатывается. Например, будет возможность голосовать с помощью мобильных устройств или лишь с помощью стационарных компьютеров. Для нового формата будут созданы специальные избирательные участки, где следить за ходом голосования будет специально созданная участковая комиссия. Поскольку выборы в Мосгордуму проходят по мажориторной системе, депутаты избираются в 45 округах, дистанционное электронное голосование можно будет проводить лишь в конкретном округе, о кругах, одновременно с голосованием в традиционном формате, отмечают авторы проекта. При этом округа, в которых может быть проведен эксперимент, определяются Мосгорисберкомом, МГИК. Иные технические подробности не прописаны ни в проекте, ни в пояснительной записке. Их федеральный закон оставят на усмотрение столичных властей, которым предстоит разработать и принять закон города Москвы о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию. Какие подзаконные акты для реализации нововведений потребуется принимать в Москве, мы поймем в течение недели, пока будет обсуждаться законопроект, внесенный в Госдуму, сказал твердый знак зампредцентризберкома Николай Булаев. Он признает, что предложенный депутатами проект носит рамочный характер, но именно такой вариант был выработан как консенсусный после обсуждения на площадке ЦИКа. Однако его реализация потребует принятия других нормативных актов. И ни одного, говорит Николай Булаев, сложно будет обойтись и без принятия поправок в избирательный кодекс города Москвы. Глава МГИК Валентин Горбунов заявил твердый знак, что сейчас работа над московским законопроектом не ведется, когда федеральный закон будет принят, после этого будет и московский. Господин Горбунов допустил, что в федеральный законопроект могут быть внесены такие поправки, после которых принимать закон в Москве не потребуется. В московском законодательстве предстоит обозначить порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельностью участковой избирательной комиссии, полномочия избирательных комиссий по организации, осуществлению и установлению итогов дистанционного электронного голосования, а также требования к протоколу об итогах голосования, заявил спикер МГД Алексей Шапошников. Должен быть определен и порядок обеспечения гласности при таком голосовании. Специфика ее обеспечения в проекте федерального закона не описана. Твердый знак, отметил господин Шапошников. Что касается подрядчиков, которые могут разработать софт для дистанционного электронного голосования, то представители Москвы совместно с ЦИКом ведут консультации с широким кругом IT-компаний, а у Москвы есть и свой потенциал, говорит Николай Булаев. «Сотрудничать можно и нужно со всеми. Главное условие, чтобы голосование было защищенным и понятным участникам избирательного процесса. А результат голосования принимался всеми, как абсолютно объективный», отметил зампред ЦИКа. По информации Твердый знак, свой продукт для электронного голосования предлагала лаборатория Касперского. Компания запустила блокчейн-платформу «Полиз» для электронного голосования в конце 2017 года. На этой платформе реализованы премьерис «Яблоко» на выборах мэра Москвы, выборы депутатов молодежного парламента при Саратовской областной думе и на студенческих выборах. Голос и личность избирателя зашифрованы, а по счет результатов происходит автоматически, что исключает риск ошибок и фальсификаций, утверждает руководитель проекта. «Полиз» Роман Олешкин. По его словам, в перспективе компания планирует предлагать это решение за деньги, а аналогичные российские разработки ему неизвестны. Менеджер по развитию бизнеса лаборатории Касперского Евгений Барков сказал твердый знак, что компания уже презентовала ЦИКу на научно-практической конференции в прошлом году и систему. «Полиз» и предложила в ее использовать на местных выборах. Основатель и технический директор компании. «Девайс Лок» Ашота Ганисян считает, что электронное голосование удобнее, чем обычное, однако его безопасность ниже, результаты подделать легче и сделать это можно удаленно. Надежность и пригодность самой системы «Полиз» к обеспечению выборов пока вызывает вопросы. Но куда важнее юридический аспект проблемы. В нашей стране все, что связано с ошифрованием и электронной подписью, довольно строго регламентировано. Непонятно, сертифицирован или ФСБ используемые алгоритмы шифрования, как признавать результаты голосования, если «Платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, твердый знак, не признается в России средством электронной подписи», отметил господин Аганисян. «Кроме того, данные электронного бюллетеня в соответствии с законодательством являются персональными данными, но хранится, по словам разработчиков, будут в информационных блоках, причем не только на территории нашей страны, что прямо запрещено законодательством». Лиза Миллер, Максим Иванов, Виктор Хамраев, Кристина Жукова